Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о зеленых и пряновкусовых овощных культур и о некоторых особенностях посева для правильного формирования зеленого конвейера. Группа зеленых и пряновкусовых овощных культур объединяет представителей различных ботанических семейств с однолетним, двухлетним и многолетним циклом развития. Эти овощи улучшают пищу. Их ценность определяется содержанием белков, витаминов, ферментов, минеральных солей, эфирных масел и специфических лекарственных веществ. Выращивание этих культур расширяет ассортимент используемых в пищу свежей овощной продукции. Скороспелость и относительная холодостойкость однолетних зеленых и пряновкусовых культур позволяет многократно их высевать в открытом и защемном грунте, создавая непрерывный конвейер поступления свежей продукции. Поэтому, используя подзимние, ранние, многократные в течение вегетации посевы и сочетаниях выгонкой и доращиванием в защемном грунте и под временными укрытиями, можно получить продукцию почти круглый год в различных регионах нашей страны. Все зеленые и пряновкусовые культуры предъявляют повышенные требования к условиям почвенного питания. Они лучше растут на орошаемых, оккультуренных, плодородных, легких и по механическому составу и с нейтральной или слабокислой реакцией в почвах. Очень отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений, предъявляя повышенные требования к азоту, так как они выращиваются для получения листовой продукции. Крест-салат выращивают весной и осенью, но не летом. Дело в том, что при летнем посеве растения крест-салата очень быстро переходят в фазу цветения и таким образом зеленый урожай резко снижается. Это, пожалуй, самая рангеспелая культура. Ее можно начинать использовать буквально через несколько дней после появления всходов, продергивая загушенные посевы. Полной технической спелости крест-салат достигает через 35 дней после посева. Шпинат – культура с двумя сроками посева – ранней весной и первой декаде августа. Летний посев шпината не рекомендуется, так как растения, так же как и растения крест-салата, быстро переходят в фазу цветения, из-за чего урожайность резко снижается. У раннеспелых сортов шпината хозяйственная спелость наступает через 20-25 суток после появления всходов, поэтому весной шпинат выращивают как предшественник основных культур. Укроп высевают 24 раза за сезон. Ранней весной и в середине лето высевают позднеспелые сорта. Растения этих сортов долго не переходят к цветению, наращивают большую листовую массу, которая длительное время остается в состоянии хозяйственной годности. В июле и августе для закодовок понадобится цветущий укроп, поэтому в конце мая-начале июня имеет смысл высевать укроп раннецветущих сортов, которые даже в прохладное лето быстро приходят к цветению. При посеве сухими семенами всход укропа появляется медленно. Семена прорастают примерно две недели, а при холодной погоде до трех недель. Поэтому семена укропа перед посевом замачивают при комнатной температуре в течение 48-72 часов со сменой воды три раза в сутки. Салат культура, которую мы недооценивали, и скорее всего из-за того, что долгий год у нас был крайне бедный выбор сортов. В настоящее время разнообразие и качество отечественных сортов салата, как качанных, так и листовых форм, поразительное. И листовой, и качанный салат в условиях Подмосковья можно выращивать и рассадой, и прямым посевом в грунт. На грядку рассаду в возрасте 30-35 суток высаживают, начиная с первых чисел мая и до конца июля. В это же время салат можно сеять семенами в промежутком 10-15 суток. Уважаемые друзья, выбирая сорта, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки. Многие сорта салата предназначены для выращивания только в определенный период. Следующая культура у нас кориандр, или как еще его называют, кинза. Среди эфиромасточных растений одно из главных мест принадлежит кориандру. Он не особенно требователен к теплу, семена его начинают прорастать при температуре 6-8 градусов, а всходы могут переносить заморозки до минус 7-8 градусов. К влаге кориандр очень требователен. При недостаточной влажности листья становятся грубыми, имеют более резкий запах и вкус, и малопригодны к пищу. Глубина заделки семян кориандра 1-2 см. Сеют кориандр с ранней весны до первой декады августа с интервалом 10-15 дней. Готовую продукцию получают через 45-50 дней после посева. При ранневесенних и позднелетних сроках посева растения более устойчивы к истеблеванию, другими словами, к цветению. Летние посевы быстрее развиваются, и растения рано теряют свои товарные качества. На плодородных и чистых от сорняков почвах при достаточном обеспечении влагой кориандр дает зелень нежной консистенции. Еще одна культура, которой можно сеять в различные сроки в течение вегетационного периода, это эндау посевной или рукола. В открытый грунт эндау высевают рано весной, в конце апреля-начале мая. Повторные посевы через 10-15 суток до наступления жаркой погоды. Семена заделывают на глубине 0,5-1 сантиметр. Сеют двумя или пятистрочными лентами с расстоянием между лентами 50 сантиметров, между строчками 18-20 сантиметров. В сходу появляется быстро, третий-четвертый день после посева. Срезанные растения эндау отрастают очень быстро, поэтому их часто выращивают на окне или на балконе, в небольших ящичках или в горшках со слоем почвы 5-8 сантиметров. Еще одна культура, которую можно использовать в течение вегетации, это горчица листовая. От посева до уборки зелени требуется 20-30 суток. Горчицу листовую сеют с интервалом 10-12 дней с апреля по сентябрь. Глубина заделки семян 0,5-1 сантиметр. Убирают горчицу, когда высота растения достигает 10-12 сантиметров, не допуская их стеблевания. В эти же сроки, уважаемые друзья, то есть в конце апреля-начале мая рекомендуется сеять лебеду садовую, призантемию овощную. Петрушка. Чтобы получить зелен петрушки как можно раньше, посев производят в конце апреля-начале мая. И для ускорения прорастания гряду покрывают пленкой. Пленку убирают сразу после появления всходов, так как петрушка растение святолюбивое, и ее всходу переносят заморозки до минус 10 градусов. Зелень кудрявой петрушки используют на еду в течение всего лета, а также заготавливают на зиму, дважды за лето полностью срезая листья на высоте примерно 5 сантиметров от корнеплода. Убирают петрушку в конце сентября или в октябре, оставляя в гряде несколько растений петрушки кормевой под зиму. Как только сойдет снег, растение покрывает пленкой и получает раннюю зелень. Уважаемые друзья, многих зеленых и пряновкусовых культур вам на стол!